Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. Как всегда, я уже в последнее время начинаю одними и те же словами, что мы находимся в особенном времени. А у нас каждую неделю особенное время. 54 недели и 54 таких особенных эпизода. На сегодня особенный, действительно, потому что прямо сейчас идет череда осенних праздников. А все еврейские праздники, как их называют, Всевышний говорит, вот праздники Мои. То эти все праздники несут какие-то духовные секреты, о которых мы сегодня поговорим. Ну и сегодня еще, почему особенное время, мы начинаем новый цикл изучения Торы. Начинаем книгу Берешит, первую книгу, первую главу Торы. И это всегда очень знаменательный момент. Кто присоединился чуть позже, кто сначала эту книгу не учил, вы сейчас можете изучать сначала. Вот есть такие книги у нас, очень рекомендую, Жизнь по Торе. И первая глава книга Берешит. То есть вы за год сможете собрать полностью пять книг Торы во всех с комментариями. Очень интересные тут моменты. Вот главное ее просто не просто брать, а читать на неделю. Каждый день понемножко изучать Тору будет очень большая польза. Что такое начало нового цикла? Многие не понимают. Но у меня есть знания, допустим. И все, я раз прочитал Тору, я понимаю, о чем она. Но Тора называется книга жизни, работает чуть-чуть иначе. Когда Всевышний давал еврейскому народу Тору на горе Синай, то там так написано, что голос ее звучал непрерывно. Непрерывно. И вот комментирует наша мудрецы это слово, что значит непрерывно. Во-первых, это навечно. Кто-то говорит, там это Ветхий Завет. Ну, это выдумали это слово. Что это вечно актуальные знания. Это во-первых. Во-вторых, что в каждом поколении, в каждом новом поколении раскрываются новые смыслы и новые аспекты. А в-третьих, что каждый день человек читает. Ты вчера это читал. Но сегодня ты это читаешь и ты видишь для себя что-то новое. Почему? Это твоя душа видит то, что тут написано. Вчера ты этого не заметил, а сегодня ты заметил. Поэтому это книга жизни. И сегодня ты не просто, а ты черпаешь, как реки живой воды. Почему он так называет? Живая вода. Потому что ты какую-то информацию в нужное время, в нужное для тебя какое-то обстоятельство, и ты получаешь. Поэтому непрерывно. Это вечный источник. И от него могут получать люди, которые просто знают, прочитали и все. Ну и что? Ну, знаешь и знаешь. А человек, который постоянно черпает отсюда. И постоянно его душа связана с источником жизни через Тору. В принципе, для этого она и была дана. Поэтому постоянство это очень важная тема. Постоянство. И сегодня, почему говорю, особенное время, что каждый может принять решение. А вот этот год я особенно буду. И даже эти книжечки, они есть, пожалуйста, сайт Днепропетровской еврейской общины. И там есть она тоже в интернете. Все, вы можете изучать ее. Можете брать тут в бумажном виде. Пожалуйста, изучайте. Лишь бы было бы желание. Я просто, если человек серьезно к этому относится, это не от себя говорю. Так Всевышний сказал. Так наши мудрецы и говорили. Все, кто начинает изучать Тору, ему дают подкрепление свыше. Просто главное не относиться к этому халатно. Это слово Всевышнего. Вечное слово для каждого человека. Когда человек это делает, обязательно пожнет результаты. Так, теперь мы немножко поговорим о праздниках, в которых мы находимся. Череда праздников осенних. Вот то, что Давид говорил. У нас был Роша Шана, у нас был Йомки Кур, у нас теперь Сукот. Немножко посмотрим, что это за такой особенный период. Мы говорили, что праздник Роша Шана, это была первая Кишрея. Это был Небесный Суд. Или, как называется еще, говорят, это бюджетный приговор. Когда каждому человеку выписывается бюджет. Все, что с ним произойдет в будущий год. Человек знает об этой дате, он готовится к этой дате. И поэтому то, что первое Кишрея определяется, все это будет в течение года с человеком происходить. Но есть еще 10 дней до праздника Йомки Пур. Что это за праздник Йомки Пур? Это время, когда можно еще за 10 дней улучшить приговор. Можно подчистить за собой, как говорится. Каждый человек просит прощения у Бога, размышляет, что-то пытается очистить. День искупления. Это день, который сам Всевышний определил, вот именно для этого. Поэтому есть сила самого дня, не только потому, что я хочу. А еще плюс, еще и Всевышний специально этот день на это определил. 10 дней у нас есть на это. Потом 15-го Кишрея начинается праздник Суббот. Вот мы сейчас находимся в разгаре шестой день праздника Суббот. Но целых 7 дней этот праздник. И что это за время? Это время сбора урожая. Да, собрали урожай. Это время радости. Это время благословения. Это другими словами, как бы вот все, что нам выписан приговор. Все, что мы почистили и приходит сюда, вот через дырочки в этой крыше суки, приходит сюда, вот в этот материальный мир. И все эти благословения материальные. И мы будем всем этим пользоваться. И следующий год то же самое. И каждый год то же самое. Вот мы сейчас находимся, так говорят, время нашей радости. В прошлый раз мы говорили, что это праздник для всех народов. Потому что пророки написали, что в будущем все народы будут праздник этот праздновать. Будут отправлять свои правительства в Израиль, в храм. И там будут праздник Суббот праздновать. И тот народ, который не будет праздновать, в том народе не будет дождя. А дождь это символ благословения. Так же? Вот поэтому мы с вами уже это знаем, понимаем. Вот следующий праздник интересный. Вот в конце Суббота 7 дней есть такой праздник Шмини Ацера. Восьмой день. И этот праздник имеет отношение больше к еврейскому народу. Надо два слова про это сказать. Потому что как бы 7 дней праздника это для всех народов. А на восьмой день Всевышний говорит, а теперь евреи, которые есть мои священники, остайтесь, это праздник для вас. И вот есть очень интересное, вот про этот праздник Любавический Ребе говорит. Такие немножко тонкости духовные. Он говорит, что от праздника Роша Шана до Шмини Ацера. Получается 21 день. 21 день. Что такое цифра 21? Это время созревания миндаля. Помните, когда посох Аарона расцвел? Когда его священство было открыто и проявлено всем. И там вырос вот этот миндаль. Вот миндаль это растение, которое самое быстро созревает. И Ребе объясняет, что миндаль есть разного вкуса. Есть горький, есть чуть-чуть послажей, есть сладкий. И это как бы символ еврейского народа. И это как бы символ, что вот это вечный завет, вечная Тора. Что еврейский народ будет по пророчеству. Он будет собран. Он будет восстановлен. Все евреи начнут учить Тору. Со временем приедут в Израиль. Израиль станет благословенной страной, там где Тора будет во главе всего. То есть сегодня пока мы этого еще не видим. Но мы каждый год это празднуем, мы в это верим. И все больше и больше евреев начинают учить Тору. И придут времена, когда соберутся евреев. Они из разных стран, из разных конфессий. С разных там духовных каких-то организаций. С разных религий. И евреи все равно соберутся все вместе, как народ священников. И восстановят Израиль, и поднимут Тору. И все это будет происходить. Мы с вами будем этому свидетелями, потому что это уже происходит. Это уже происходит, но это в такой начальной пока стадии. И потом есть следующий праздник, который заканчивает вот эту череду. И он называется праздник Симха Тора. Радость с Торой. То есть может кто-то слышал танцы с Торой. Тоже есть здесь интересные некоторые моменты. Например, Тору уже получили в праздник Шавот. И задают мудрецы вопрос. А почему же тогда есть такой праздник Симха Тора? Завершение танца с Торой. Вот весь этот период. И мы танцуем с Торой. Не учим ее в этот день, а просто танцуем с Торой. О чем это говорится? Что не только для умных, не только для знающих там талмуд, какие-то особенные учения. А когда человек танцует с Торой. Простой человек, который даже может и читать не умеет. Но он танцует с Торой. Почему? Он выражает свою благодарность, радость перед Богом. И о чем здесь говорится? Что Тору получили в Шавот, а танцуют уже только осенью. И здесь есть интересный урок, что получить можно сегодня, но сразу человек не понимает, что он получил. А вот когда Тора в твоей жизни начала работать, когда ты увидел результаты в своей душе, когда ты увидел восстановление вокруг себя, когда ты увидел результат Торы, вот тогда ты уже сознательно, ты ее берешь, обнимаешь, просто с ней танцуешь. То есть ты уже точно понимаешь, что ты получил. Потому что когда только человек начал, ну кто из вас, когда только начал учить, что-то мог уже сказать, что мне это полезно или нет. Нужен какой-то процесс. Правильно? Вот этот процесс завершается танцами с Торой, большой радостью. Вот такая вот у нас интересная череда праздников. Теперь хочу немножко, вот есть такое... Один день всего, да? Один день, да. Самый последний день и заканчиваются вот эти еврейские праздники. И начинается нормальная жизнь, новый цикл. Мы учим обратно Тору и обратно идем дальше, дальше, дальше. Принято связать, чтобы показать, что Тора, она никогда не заканчивается. Да, вот эти книжки. Мы заканчиваем, сразу начинаем новое. Я хочу немножко вспомнить то, о чем мы говорили на прошлой главе. Вот. И там есть интересный, как бы, комментарий, который полезен для всех народов. Прошлая глава начинается с таких слов. Что... Это книга Дворим, 33-я глава. Что Господь от Синая пришел и воссиял от Сиира и явился от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых. Ну и как бы надо понять, о чем комментарий. Откуда он пришел, что такое гора Сиир, что такое Паран. То объясняют нам наши мудрецы, что перед тем, как на горе Синая дать Тору еврейскому народу, Всевышний ее предлагал другим народам. Гора Сиир, это Идумеи, это Эйсав. Потомки Эйсава. Или как впоследствии стали назвать Эдом. Вот. Гора Паран, это потомки Ишмаэля, это Ишмаэльтяне. И сказано, что Всевышний оттуда пришел, что Он предлагал вот эти названия, они олицетворяют все нееврейские народы, причем в прошлом и в настоящем. Это и сегодня также самоактуально. То есть мудрецы так комментируют, что Всевышний предложил им соблюдать семь законов. И Он дал им всем это, как часть Торы, которую принимает человечество. Что Всевышний сказал, Тора она для всех. Вот есть минимум семь запретов, ну мы об этом с вами много говорили, которые должны соблюдать все народы. А вот есть в этой Торе часть для священников, которые стали как народ Израиля впоследствии. Но Всевышний предложил Тору всему человечеству. Но сказано, что те народы отказались. Почему? Потому что они отказались соблюдать запреты. Одни сказали, что там написано, они убьют, мы не согласны. Мы так доказываем свою правоту. Что там сказали? Ни при любодействии, нет, у нас это не работает, нам нравится, мы так всегда жили, нам так хочется жить. То есть народы отказались. Но когда Всевышний пришел на гору Синай, когда он предложил это еврейскому народу, что они сказали, мы будем делать. То есть мы будем слушаться, еще не понимая. И будем постигать смыслы. Поэтому, когда речь идет о соблюдении, о жизни по Торе, есть когда мы верим, а есть то, о чем мы знаем. Вот этот уровень всегда, что лучше. Часто есть такой вопрос, да. То, что мы верим, или то, что мы знаем. Вот такие вещи, которые мы делаем, даже мы в это не совсем знаем, не совсем понимаем. Но мы верим, потому что написано. Мы сегодня как раз немножко поговорим о празднике суббот. Например, вот шалаш посмотреть, да. Ну, уже осень. Какой-то шалаш. Крыша, там, где дождь может идти. Мы сидим. Ну, мы же разумом это никак не можем понять. Правильно? Мы почему? Потому что написано, стройте шалаши и живите в них. Мы в это верим. Мы разумом не понимаем. Но когда мы изучаем, постигаем, Всевышний открывает это мудрецам своим. И мы начинаем видеть невидимое. И тогда мы уже имеем какие-то знания. Мы понимаем, как духовное соединяется с материальным. Потому что есть духовный мир и есть материальный мир. И тогда мы начинаем уже включать свою веру. И вера перерастает в действие. И тогда соединяются два мира. Духовный и материальный. И мы сегодня немножко вот об этом с вами как раз поговорим. Кстати, немножко хочу сказать о пророчествах Танаха. Написано, что придет время и все народы все-таки примут Тору. И все будут верить в единого Бога. И все будут служить ему все вместе. То есть народы все-таки возьмут эти семь законов. Все народы. И они возьмут большую часть положительных заповедей, которые неограничены, которые может соблюдать человек. Потому что семь законов это все запреты. Это то, что нельзя делать. Нельзя переходить грань, которую Всевышний запретил. А добра человек может делать неограниченное количество, сколько он сам себе придумает. И так произойдет восстановление Божьего замысла. Мы видим, как сегодня это потихонечку работает. А теперь я хочу начать немножко с книги Берейшит, которую мы сегодня начинаем с вами учить. И посмотреть, как человек вообще отошел от этого замысла. Мы же видим, что у Всевышнего был замысел. Вот мы начинаем, кто-то уже начал сегодня читать книгу Берейшит. И мы видим, что у Всевышнего был замысел. И был прямо план по его реализации. Так же? Первый день Бог одно делал, второй день другое делал. И в этом всем замысле главным был человек. Называется венец творения. Вот. Был замысел. И была его реализация. Мы можем увидеть, первая глава Торы, там написано, что Бог то создал, то создал, то создал, это создал. Первый день того, второй день того. А вторая глава с чего начинается? Что все это было, но еще это не было на земле. Почему? Потому что не было человека, готового сделать это сделаю. А где же это тогда было? Это был замысел Всевышнего. Ну, простейший пример. Если вы решили что-то построить. Или любое дело сделать. Ну, с чего начинается? С нашего воображения. Правильно? Я говорю, ага, во столько-то времени. Я тому позвоню, с тем встречусь. Столько денег надо. Все это куплю. Все это сделаю. Все это реализую. Правильно? А потом, что потом я начинаю, когда у меня есть все, что мне надо, все, что я запланировал, когда все это уже есть. Я начинаю реализовывать это в материальном мире. Так же? Вот точно так же тут сказано, что еще не было человека. А что должен был сделать? Человек должен был помолиться Богу. И когда Адам появился и помолился Богу, и начался реализовывать это духовное, оно стало материализоваться и проявляться в материальном мире. Это принципиальное действие. Это очень важно, ну, как бы, понять. Ну, вот, смотрите, я хочу пример такой, мой любимый пример. Вот написано, как Всевышний этот мир созидал. Первый день. И сказал Бог, да будет свет. Второй день. Отделил воды над сводом и под сводом. То есть второй день появилось такое понимание, как небосвод и суша. Третий день. Растительный мир. Появились растения. Четвертый день. Вот я хочу, чтобы вы тут заострили внимание. Ну, на этом мы дальше какую-то идею разберем. Говорит, да будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи. То есть заострить внимание на чем? Первый день. Он сказал, да будет свет. Появился свет. Но этого света нет в материальном мире. А в четвертый день что у нас получается? У нас получается солнце, луна. То есть мы теперь только в материальном мире можем понимать, где день, где неделя, где месяц, где год. Уловили идею первый день и четвертый день. Это было что-то такое-то в дух, где-то в воображении. Запланированный какой-то свет. А четвертый день он уже материализовался. То есть вот так человек мог стоять и смотреть. Говорит, ага, день прошел, неделя прошел. Почитал прямо солнце, луна, день, солнце, луна, день. Это материализовалось. Вот. Мы как раз отсюда же берем даты праздников. Да почему Всевышний дал еврейскому народу даты праздников и говорит, это будет у вас 15-го Ниссана. Это будет у вас 1-го Тишрея. Это будет у вас 10-го Тишрея. Когда появились вот эти вот знаки, а действуют же в это время духовные силы, которые мы не видим, которые Всевышний описал. Получается, что мы здесь делаем? Да? Мы здесь просто как бы получаем эту силу с небес, которая сюда проецируется в определенные периоды времени. И эти все времена он открыл народу священников. И поэтому сказал, соблюдайте эти дни. Именно 1-го Тишрея будет Роша-Шана. Будет суд на небесах. Именно через 10-го будет Йом-Кипур. Поэтому эти даты мы соблюдаем. Почему? Потому что мы не только знаем день теперь, как в 4-й день. А мы еще и знаем внутренние скрытые смыслы, что этот день нам несет. Поэтому мы можем в этот день приходить к Всевышнему в молитвах и знаем, что здесь происходит. Следующий, 5-й день он создал животный мир. И 6-й день создал человека. 7-й день Шаббат. И написано, что и сотворил Бог человека. В единственном числе написано, сотворил Бог. Потому что там, где он размышлял, и сказал, и сотворим человека, стоит множественное число. Ну, это уже комментарии, все знают, что он советовал. Там есть разные комментарии, почему он говорит, сотворим. Это не значит, что богов несколько. Когда он размышлял, он размышлял, один комментарий, что он размышлял с ангелами. Чтобы они были причастны. Потому что они же обслуживают этот материальный мир. И духовные миры. И он с ними советовался. Или сотворим человека по образу нашему. А когда он уже делал, написано, и сотворил Бог в единственном числе. Написано. И насадил Бог сад в Эдеме и поместил туда человека. Вот, теперь немножко о человеке. Кто такой человек? Написано, как он его сотворил? Сотворил его из праха земного. И вдохнул в него дыхание жизни. То есть человек, человек тоже, как можно сказать, состоит из двух частей. Есть тело, а есть душа, которая живет в этом теле. И человек стал разумный, и человек стал говорящий. Но если разобраться, смотрите, вот эта душа, которая в теле. Когда человек уходит из этого мира материального. Ну, все люди видят, что тело, оно уходит обратно в землю. А душа, она выходит и возвращается к Всевышнему. Тут, если хорошо над этим задуматься, то человек может научиться с этим жить, понимая, что у меня есть душа. Она находится в этом теле. И я должен здесь найти как-то гармонию. Вначале в себе, между своей душой и своим телом. И окружающими меня людьми, окружающими меня действительностью. Вот это есть и задание человека, да, в чем мы испытываем трудности. Что мы часто, тело хочет одно, душа хочет другого. И в этом есть немножко напряжение. Поэтому сказано, что познавай себя. Познай себя. И когда человек общается с Богом, когда его душа соединена с Всевышним, соединена с Торой, то тогда человеку начинает легче жить. Сейчас немножко к этому еще придем. Вот. Теперь вопрос. Во что был одет человек? Вот мы считаем Торо. Во что был одет первый человек? Сказано, что они были ноги и не стыдились. Ну, мы плохо себе представляем, чтобы они бегали прям полностью голые. Так же? А мудрецы объясняют, что у них была одежда из света. Одежда из света. Вот раньше это было бы еще трудно представить. Но сегодня, когда уже есть такой научно-технический прогресс, вот фильмы космические, видели? Такое биополе. Раз, и густой-густой свет такой. Вот одежда была из света. А потом, когда они согрешили, смотрите, что они увидели, что они ноги. Вот. Они увидели, что они ноги. И сказано, что они вначале взяли листья смоклые, а потом Всевышний пошил им шкуры. Вот. И здесь немножко надо тайный смысл, который очень много чего прогрессняет. Смотрите. У них была одежда из света. Слово свет на иврите это ор. А потом, когда они увидели, что они ноги, у них появились, ну, кожа. Кожа появилась, да? Ноги это кожа. Вот как у меня кожа и у вас кожа. Вот так кожа на иврите тоже ор. Только объясняют нам мудрецы разное написание слова. Та кожа из света, там стоит буква алиф, а та кожа, которая кожа, там стоит буква айн. И числовое значение алиф это один, это значит человек был цельный. А числовое значение айн это семьдесят. То есть получается, что после грехопадения человек перестал быть цельный. А он как бы разбился. Его и внутренние качества, и внешние разбилось на семьдесят частей. И отсюда мы видим число семьдесят. Что, во-первых, было семьдесят языков и семьдесят народов. Да, люди разделились на семьдесят национальностей. Потом мы видим, что семьдесят евреев, как священники, пришли в Египет. Потом мы видели, что семьдесят быков приносили за все народы. То есть за что все время идет вода? Чтобы вот эта целостность человека, которая была разбита из-за грехопадения. И интересный момент описывают мудрецы, что ведь он же съел плод, и потом что он взял этого же дерева листья и прикрыл свою наготу. То есть о чем это? Здесь тоже есть интересный комментарий, что там, где человек грешит, там и будет у него исправление. Потому что когда человек играется с законами, не знает законов, мы же почему грешили все? Мы же не знали, что Бог запретил. Адам даже знал, но решил попробовать. Так человек устроен. Но там, где он нарушил, там и будет у него момент исправления. Тоже интересный момент. Раши так объясняет немножко вот это запрещенное действие. Там, сказано так, и открылись у них глаза, и узнали они, что ноги. Узнали они. То есть речь идет не о зрении, а речь идет о знании. Да? Речь идет о знании. Вот. И объясняют мудрецы, что это человеческий фактор, когда мы пытаемся... Вот мы знаем, что все вышли, вот это нельзя. Человек говорит, ну это как-то нелогично. Почему нельзя? Ну почему только одна жена должна быть? Ну я любой пример, так что в голову пришло. Другая женщина тоже красивая, никто не узнает, никто не увидит. И она хочет, и я хочу. Ну что тут плохого? Вот молодежь все так говорят. Ну что тут плохого? Ну тут плохого, что у тебя есть знания. А Всевышний сказал, нельзя, есть же что-то, что ты не знаешь. Оно сработает тебе попозже. Вот попозже, когда ты во все это войдешь, пройдет сколько-то лет. И ты увидишь, что ты из этого же и сделаешь вот это состояние. Это то, куда ты залез, оно тебя же и исправит. Почему? Ну есть такие законы, которые Всевышний дал. Мы их изучаем, и даже если мы что-то не понимаем, мы стараемся все-таки соблюдать какие-то законы, потому что Бог так сказал. А потом мы начинаем их уже понимать. Да, один человек так пошел, другой так. И этот с него вначале смеялся. А потом прошло какое-то время, этот и дальше живет все счастливо. Цельность, цельность, цельность. А у другого все в пухе прах, в пухе прах, в пухе прах. Ну ловили, да? Я постарался эту идею как бы просто приземлить немножко. Вот. Поэтому мы видим, что произошло вот с человеком в начале. Была потеряна вот эта цельность, вот эта связь с Богом. Вся остальная Тора про что? Мы сейчас будем с вами дальше изучать. Это этапы восстановления Бога и человека. Восстановление взаимоотношений. Мы будем видеть, какая на веках грех пришел, началось с чего-то одного, потом пришла ненависть, пришло убийство, пришли прелюбодеяния, пришли грабежи. И дальше потом Бог нашел Ноя, потом Бог нашел Авраама. Это все восстановление, это примеры восстановления отношений, Бога и человека. А потом человечеством как социума. Вначале надо исправить себя, потом ты начинаешь как-то выравнивать ситуацию. Вот это вся история взаимоотношений. И мы до сих пор этому учимся принципиально, понимая, что во всем этом это не просто какая-то историческая сказка, во всем этом я, во всем это мое сегодня, мое здоровье, моя семья, мои наслаждения, мой комфорт, мой труд. Это все здесь, мое ученичество. Все здесь, это все в цельности. Надо все это увидеть, все в одной программе, все лично для меня. И Тора, она нам и служит путеводителем, поэтому книжка называется «Жизнь по Торе». Потому что это есть такой путеводитель. Вот. Теперь немножко вот о Сукоте. О Сукоте. Мы сказали, что как бы сбой произошел, человек выбрал разум. Не послушание и доверие Бога, а выбрал разум. Теперь немножко о Суке. Что происходит вот в Суке? Мы же разумом это не понимаем? Мы как бы исправляем вот этот грех разума. Мы приходим в Суку, не понимая почему, доверяя Богу, что происходит что-то сверхъестественное. Так вот нам мудрецы объясняют, что происходит сверхъестественное. Происходит соединение, объединение вот этих двух светов. Свет первого дня и свет четвертого дня. Ну, раз мы уже дали этому описание. Свет первого дня и свет четвертого дня. То есть, соединяется свет окружающий мир и свет наполняющий мир. Есть свет, который ответственный за твое ощущение внутри. Речь не идет о каких-то материальных возможностях. Кем ты себя ощущаешь? Цельный ли ты внутри или нет? Ощущаешь ли ты себя самодостаточным? Ощущаешь ли ты себя, ну, целеустремленным, что Бог тебе помогает? Кем ощущаешь ли ты мир? Ну, есть ли у тебя доверие в завтрашний день? Вот какое ощущение? С каким ощущением человек живет? Или у него там сплошные дырки, он вот так ходит, вот так смотрит, вот так мучается, депрессия и так далее. Есть же по-разному. Так вот, этот есть один свет, который он отвечает за наполнение твоего сосуда. А другой свет, как фонарик, да, я могу действовать в диапазоне своего видения. Есть свет, который, вот я фонарик навел там на полкилометра. Вот это мой участок благословения. Мне свет добавили там на два километра. Это участок моего благословения. Это тот свет, который приходит как благословение, которое будет тебя окружать. И очень хорошо, когда гармония, да, когда свет, который внутри тебя, и свет, который снаружи, он именно гармоничный для тебя. Потому что иногда, когда сверху приходит большой свет, и человек не в состоянии его выдержать, то раскалывается сосуд. Сейчас я вам пример приведу. Есть хорошая притча. Два брата нашли клад. Оба были бедных человека. И нашли огромный клад. Ну, что с ним делать? Вот, упал свет, который они не знают, как с ним делать. И два брата по-разному поступили. Один брат взял и начал увеличивать расходы. Купил себе все современное, по-модному. И три года шиковал. Пока закончились деньги. У него эмоции, амбиции. Он все это, как бы, увеличил. А потом все это закончилось. Был свет, который не соответствовал внутреннему свету. Да? Второй брат взял и начал, он понял, он подумал, сейчас я все увеличу. Он это просто предвидел. Мне все это будет захотеться. Ну, я же это получил просто случайно. Я же это не заработал. Он отложил этот вклад в сторону. Немножко взялся, потратил на образование. Что-то немножко увеличил комфорт. Что-то немножко вложил в один бизнес. Вложил в другой бизнес. Через три года у него уже был хороший достаток. Он уже сам внутри, он уже знал какие-то виды бизнеса. Он чему-то научился. Он чего-то это внутренний свет соответствовал наружному. Но он же это сделал самостоятельно. Вот в чем интересно. Когда человек понимает, как вот это все работает, он может это контролировать с помощью Бога. Это понятное явление, да? Да. Вот. Поэтому и сказано за сухот мы исправляем свой разум, а доверяем Богу. И поэтому праздник сухот что вокруг? Праздник восстановления, праздник объединения, праздник благословения. И в будущем все народы объединятся. И это будет символом объединения, восстановления всех народов. Поэтому написано, что все народы придут праздник сухот праздновать. Вот такой вот пример дает нам вот один даже праздник, который прямо сейчас есть. И что самое интересное, что эта же сила она работает, да? Просто люди будут готовы это принять. Вот что интересно. Эта идея и сила работают и сегодня. Но люди об этом не знают. Люди не понимают немножко этого, да? Когда люди начнут изучать Тору, они будут готовы это принять. Вот. Очень интересные моменты будут заканчивать. Смотрите, интересно, что Адам был сотворен один. Я люблю периодически напомнить эту идею. Вот там животных написано Бог сотворил животных. Ведь мог Бог людей сотворить ну пять человек, например. Почему был создан один Адам, потом от него была сторона взята Ева. Почему один? Потому что Всевышний хочет нам что-то показать. Что венец творения вот это животные, вот это все эти света, все эти силы, вся эта вселенная, а венец это человек. И сказано, когда Каин убил Авеля, когда Всевышний говорит, Каин, где брат твой? Он говорит, я разве сторож брату своему? А Всевышний говорит, кровь брата твоего вопиет от земли. И комментаторы так говорят, неродившиеся поколения. Ты убил брата, неродившиеся поколения вопиют от земли. И Адам был сотворен один для чего, чтобы мы люди понимали вообще ценность человека. Если я, например, взял какого-то человека и объединил его с Всевышним, вернул его на пути общения с Богом, то фактически через какое-то время я могу увидеть, что я спас целое поколение. Потому что от этого человека кто-то родится, дети будут, другие дети, третьи дети. Если мы вот так будем рассматривать, если мы так будем рассматривать, то мы сможем очень сильно поучаствовать в этой божественной программе, которая уже много тысяч лет, а точнее 5782 продолжается. Когда все больше и больше людей начинают строить отношения Всевышних, начинают понимать вот эту связь, начинают менять свою душу, начинают менять мир вокруг себя. И так этот мир изменится только так. Потому что все говорят придет Мошех и все поменяет. Это Мошех он поставит жирную точку, а люди должны сами сделать так, чтобы он пришел и поставил жирную точку. Поэтому эта программа для каждого, вот, каждый человек должен принять в этом участие. Вот, ну и конечно же когда речь идет о свете, само слово Тора, Тора, Ор, слышите, в самой слое, да, то когда человек начинает учить Тору, и начинает учить ее, так как мы сказали в начале, систематически, каждую главу, углубляться, приравнивать к себе, задавать Всевышнему вопросы, учиться, то конечно вот этот Ор, это такой же смысл как Сука. Ор восстанавливает душу человека и приносит свет, ну, соответственный тому, чтобы не разрушить жизнь человека, а по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И так человек может, он растет внутри, цельность приходит, приходит восстановление снаружи. Цельность внутри, восстановление снаружи. Вот, и я вам всем желаю встать на этот путь и увидеть много здоровья, детей, внуков, благословенное потомство, правнуков и хороший здоровый образ жизни. Будьте здоровы и хорошей недели. Смотрите, может